Приветствую, друзья! 25 июля был Всемирный день предотвращения утоплений. Ну, естественно, мы не можем стоять в стороне. Я хотел бы поговорить с вами на эту тему. Тем не менее, очень прошу обратиться к нашим, так сказать, классическим материалам утопления, программы про утопление в цикле «Неотложная помощь» школы доктора Комровского. Там много и про «Неотложную помощь», и про профилактику. Тем не менее, напомнить очень многие вещи хотелось бы уже сейчас. Прежде всего, надо знать, что утопление – чуть ли не основная причина смерти детей и молодых людей в возрасте от 1 года до 24 лет. В мире ежегодно тонет около 230-240 тысяч молодых людей-детей. При этом гети в возрасте от 1 до 4 лет умирают от утопления чаще, чем по любой другой причине. Представьте себе. Далее, что надо знать, что это просто некоторые факты, статистика. 70% случаев утопления среди детей происходит в том возрасте, когда дети еще не умеют плавать. И, вот теперь вдумайтесь, в 88% случаев утопления дети тонут тогда, когда рядом с ними находится как минимум один взрослый. Чаще больше. Для утопления, как правило, надо порядка 30 секунд. То есть, 30 секунд невнимательности и утопление произошло. В общем, есть вода, всегда есть риск от утопления. Поэтому советы, рекомендации, на что принято обращать внимание во Всемирный день предотвращения утоплений. Первое. Учитесь плавать сами и учите плавать детей. Кстати, в семьях, где мама с папой плавают, дети тоже плавают и плавают раньше, чем в семьях, где плавать никто не хочет. Более того, если дети не видят, что плавают папа и мама, если кто-то из взрослых говорит о том, что он плавать не умеет и не хочет учиться, то дети это зачастую копируют. В любом случае, умение плавать уменьшает риск утонуть. Обязательно ограждайте любые водоемы, особенно домашние бассейны. Есть бассейн. Обязательно должен быть четырехсторонний забор, высота которого должна быть не менее 120 сантиметров. Следите, чтобы на территории бассейна не оставалось детских игрушек. Ребята, я понимаю, что сейчас, особенно во время войны, тема про детские бассейны может вызвать раздражение. Но мне все-таки хочется надеяться на то, что все это для нас опять будет актуально. Опять-таки, надо же понимать, что статистика утоплений очень сильно зависит от страны. У нас, например, в Украине большинство детей тонут в открытых водоемах, а в тех же Соединенных Штатах Америки большинство детей тонут в домашних бассейнах. Актуальнейшая рекомендация. Если ребенок в воде или движется по направлению к воде, то он, конечно же, согласовал это с взрослым. Взрослый находится рядом и наблюдает за ребенком. Причем наблюдение за ребенком – единственная задача взрослого. Сразу надо сказать, что появление смартфонов и появление смартфонов, которые не боятся брызг, значительно ухудшило бдительность взрослых. Теперь просто постоять на берегу и последить за детьми практически невозможно. Теперь взрослый на берегу листает смартфон и так далее, и так далее. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что для того, чтобы утонуть, достаточно 30 секунд. На 30 секунд вы расслабились, то есть ролик в ТикТоке не успели один досмотреть, все, уже потеряли ребенка. Опять-таки, если есть вода, неважно, открытый водоем или бассейн, и вдруг пропал ребенок, то поиски всегда надо начинать с воды. Бегом к бассейну, бегом к воде, смотрим прежде всего там. Используйте спасательные жилеты при любых сомнениях. Вот если есть сомнения, надеть, не надеть, наденьте. Не полагайтесь на все вот эти вот надувные круги, пенопластовые игрушки, все это не то. Если ребенок на воде, если вы путешествуете на лодках, обязательно используйте спасательные жилеты вне зависимости от того, умеете плавать или не умеете. Обязательно изучайте правила сердечно-легочной реанимации. Кто еще не изучил, кто забыл, вот вам программа школы доктора Комаровского сердечно-легочная реанимация. Будьте осторожны с алкоголем. Помните, что пьяному море по колено, но от этого оно по колено не остановится. И тут два риска алкоголя. Первое, алкоголь уменьшает все запреты и ограничения. Вы лезете купаться, забывая особенность. Я уже не говорю о том, что даже в домашнем бассейне подскользнуться и разбить себе голову, будучи пьяным, достаточно просто. Опять-таки, вы полезете в холодную воду, в воду той температуры, в которую вы в жизни не полезете без горячительных напитков. Там получите от переохлаждения судороги и все. Ну и вторая проблема алкоголя, связанная уже не лично с вами, когда человек, находящийся под влиянием горячительных напитков, избран тем, кто наблюдает за детьми. Вот, естественно, наблюдает он неважно, и спасатель из него, скажем так, так себе. Учитывайте ваше состояние здоровья. Ну, например, любые судорожные состояния делают очень высоким риск пребывания в воде. Ну, представьте, судороги, а вы плывете, да, не доплывете. Поэтому, если у вас судороги, лучше ограниченный водоем, где рядом с вами кто-то будет, или просто душ, ванна, и на этом поставьте точку. Опять-таки, сердечные заболевания, высокое давление, риск приступа. Надо быть очень осторожным, внимательным. Особенно, когда речь идет о воде, той температуры, в которой вы, как правило, не купаетесь. То есть, если вы купаетесь редко, не лезьте, пожалуйста, в холодную воду. Опять-таки, учитывайте действия лекарств. Многие препараты противосудорожные, успокаивающие, антидепрессанты, влияют на координацию движений. И поэтому лучше под действием этих лекарств к воде не приближаться. Еще важная тема. Очень часто люди, насмотревшись фильмов про профессиональных ныряльщиков, пытаются за ними повторить приемы гипервентиляции. Ну, когда ныряльщик делает несколько глубоких вдохов, после этого ныряет. Вот примерно то же самое пытаются люди повторить, которые никогда этим не делают. Попробуйте просто на суше сделать несколько глубоких вдохов, и у вас закружится голова. А люди делают несколько глубоких вдохов и ныряют, и голова у них начинает кружиться под водой. Потом очень трудно вынырнуть. Ну, и буквально очень кратко, пять очень распространенных мифов про утопление. Ну, есть миф о том, что утопление – это редкость. Ну, на самом деле, там, где адекватная статистика и где есть вода, совсем нередко, например, опять-таки в тех же Соединенных Штатах Америки, утопление – вторая по значимости причина смерти от несчастных случаев среди детей в возрасте от 1 до 14 лет. Второй миф о том, что тонут именно в открытой воде, а не в бассейнах. Как раз там, где бассейны есть, минимум половина смертей – это бассейн. Миф третий – переоценка уроков плавания. Да, умение плавать уменьшает риск утонуть в 2-3 раза, но тут есть еще один нюанс. Мой ребенок умеет плавать, так значит, я не буду за ним смотреть. Вот это сам факт, что вы умеете плавать, вызывает расслабление и заставляет людей очень часто лезть в места, где купаться нельзя, лезть в холодную воду, менее внимательно следить за детьми. Вот на это я хочу обратить ваше внимание. Далее, вот то, что я уже говорил про ограждение, существует убежденность в том, что дети могут через любой забор перелезть, поэтому нечего ставить эти заборы вообще. Надо просто ребенку запретить приближаться к бассейну. Тем не менее, есть четкая статистика о том, что наличие забора ограждения вокруг бассейна уменьшает риск утопления на 50-80%. Ну и самый главный миф про то, как тонущий человек кричит «спасите, помогите». В большинстве случаев люди тонут молча. Ребята, я вам искренне желаю благоразумия, большого личного бассейна в мирной стране. Делайте правильный вывод. Субтитры создавал DimaTorzok